Он ко мне приехал, когда это был 13-й год. Приехал, мы попили чаю, пообщались, я ничего в нем такого корыстного не заметил. И все. А потом я узнал, что якобы мой сын, когда приехал в Следственный комитет, что он потерялся на связи. И вот получилась та оконцовка, что он переметнулся туда. Когда мы с ним встретились в 13-м году, он рассказал, что он учится где-то на Западе. Ну и работает на летчик, летчиком учил он. И все. Как такового у нас долгого диалога не произошло. Я испытал чувство к нему, что он, как иуда, поступил. И в то же время мне его жалко, что он разменялся на такой мелочи, предав свою родину, отчизну, своих близких. Поэтому вот так вот, что я могу сказать. Мне его просто жали, как человека. Я узнал через СМИ, что его убили. И все больше как таково. Ну и это я, конечно, ожидал, что это с ним будет. Потому что я немного разбираюсь в этих вещах. Нигде предателя ни одна сторона не уважала. Поэтому предатель есть предатель. О чем может быть разговор? Я чувствую то, что мне очень жаль за этих ребят, которые были рядом с ним в его команде. В его... Как это сказать? Как братья они были к нему. Они, наверное, видели в него сослуживца, настоящего брата. И вот это предательство. Мне очень жалко этих людей. Искренне жалко. Больше, чем его.